Это самое подробное обучающее видео о том, как зарегистрировать себе аккаунт в сервисе ChatGPT. Не забудьте поставить лайк под этим видео и просто повторяйте вместе со мной все, что я буду показывать. Начнем с того, что если вы находитесь в России, то сайт ChatGPT у вас просто не откроется. Для того, чтобы он у вас открылся, вам нужно сменить свой IP-адрес на любой, только не российский. Для этого можно воспользоваться VPN-ом, либо прокси. Платными, бесплатными, без разницы. Я пользуюсь VPN-ом от сервиса HideMyName. У меня стоит вот такая вот программка. И все, что нужно сделать для того, чтобы подключить VPN, это просто нажать здесь на кнопку подключиться. И секунду через 5 VPN подключается. Соответственно, давайте я перейду на сайт 2ip.ru. У меня здесь определился мой российский IP-шник. Но сейчас, если перезагрузить сайт, то видно, что ваше местоположение Литва. Если VPN вырубить, обновляем страницу и видно, что IP-шник у меня опять российский. Вот так это и работает. При включенном VPN-е любой сайт думает, что у вас тот IP, который выдается VPN-сервисом. Поэтому первым делом нужно изменить свой IP-адрес. Если вы хотите поставить себе VPN, как у меня, то по ссылке в описании можно перейти на сервис HideMyName. Нажать здесь на кнопку скачать. Потом скачать себе вот эту вот маленькую программку на свой комп. После чего уже можно будет этим VPN-ом воспользоваться. Просто нажимаете на кнопку оплатить доступ. Оплачиваете его на любой срок. И ставите его себе до 5 устройств одновременно. Можно поставить на комп, на телефон, ну и так далее. Вы уже поняли. К оплате принимаются любые платежные средства, включая карты Мир, СБП, Киви, Юмани и Крипту. Если вас интересует вариант подешевле, то можно воспользоваться прокси. Прокси я использую от этого сайта. Ссылка на этот сайт тоже находится в описании. Кстати, в описании еще оставлю подробные видео о том, как покупать VPN здесь и все настраивать, и как купить и настроить прокси. Прокси будут стоить вам 99 рублей в месяц, VPN 270 рублей в месяц. Чуть подороже, но там и возможностей побольше. Выбирайте один из двух вариантов, после чего уже мы можем перейти на сайт сервиса ChatGPT и здесь вот нажать на кнопку Try ChatGPT. Ссылку на этот сайт я тоже оставлю в описании к этому видео. Как только мы нажали на кнопку и браузер наш прошел все проверки, мы подтверждаем, что мы живой человек, нам выдается вот такое сообщение, где мы должны нажать на Sign Up. Sign Up – это зарегистрироваться. Нажимаем на эту кнопку. И теперь нам нужно просто ввести сюда свой e-mail адрес. Он у меня уже скопирован в буфер обмена, я его вставляю сюда, нажимаю Continue. Далее нужно придумать пароль. В вашем пароле должно быть как минимум 8 знаков. Придумали пароль, нажимаем Continue. На следующем шаге нас просят подтвердить наш e-mail. На почту мне уже пришло вот такое письмо, подтвердите ваш e-mail адрес. Здесь нужно нажать на вот эту вот зеленую кнопку. После чего нам предлагают ввести имя и фамилию. Сюда можно вводить вообще все, что угодно. Как только вы это сделали, нажимаете на Continue. Остался последний шаг – подтвердить ваш номер телефона. У меня здесь по умолчанию подставилась Германия с германским кодом. Видимо, потому что у меня сейчас VPN стоит от Германии. Давайте, кстати, мы это проверим. Обновляю страницу. Да, Германия, Нюрнберг. И опять же, если вы из России, то на русские номера SMS не приходит. Но есть простой способ, как это досадное недоразумение можно обойти. Для этого по ссылке из описания переходим на сайт SMS Activate. И здесь можно приобрести себе виртуальный номер любой совершенно страны за совсем небольшие деньги. После регистрации здесь вот справа вверху нажимаете на свой баланс. Нажимаете «Пополнить баланс». После чего выбираете любой удобный для вас способ оплаты, включая банковские карты, электронные кошельки, ну и так далее, крипту и вообще все, что угодно. Если вы зарегистрировались именно по моей ссылке, то на первое пополнение баланса вы получаете бонус 10% кэшбэка на этом сервисе. Имейте это в виду. И как только вы пополнили баланс, здесь слева в списке сервисов вам нужно найти OpenAI. Его легко найти, сервис сейчас популярен, и поэтому он находится на первых позициях. Но если вдруг его здесь не будет, то можно воспользоваться поиском сервисов. Нажимаете вот сюда, вводите Open по-английски, и таким образом вы сможете легко его найти. После чего нажимаете на сервис и выбираете страну. Вылезает много разных стран. Обращаю ваше внимание, что цена номера в зависимости от страны может довольно сильно отличаться. Вот, например, номер США стоит 75 рублей, а номер, допустим, Англии 30 рублей. Соответственно, можно нажимать вот сюда, чтобы еще страны подгрузились, и таким вот образом можно себе найти номер подешевле. Давайте я воспользуюсь номером Германии. Раз уж она у меня вылезла, для того, чтобы купить номер, просто нажимаете здесь вот на значок с корзиной, после чего номер тут же появился в разделе «Мои активации», и у него уже стоит статус «Ожидает SMS». Обращаю ваше внимание, что номер будет доступен всего 20 минут. Поэтому не откладываем. Нажимаем вот сюда вот на значок, чтобы номер скопировать в буфер обмена, после чего возвращаемся на сайт OpenAI, нажимаем Ctrl-V для того, чтобы номер сюда вставить. Первые цифры 49 мы здесь должны удалить, потому что они у нас уже здесь стоят. Я просто удаляю их и нажимаю «Отправить код». Код отправлен. Возвращаемся на сервис SMS Activate. Здесь ничего дополнительно делать не нужно. Код, я вижу, уже появился. Но если он не появляется, нужно просто подождать. Можно даже страницу не обновлять. Код появится здесь, как только он придет на этот номер. Для того, чтобы его выделить, я нажимаю на него два раза. Нажимаю Ctrl-C, чтобы его скопировать. Возвращаюсь к ChatGPT, вставляю код в это поле. И на этом регистрация окончена. У меня открывается сервис ChatGPT. Какая-то здесь дается вводная информация. Нажимаем «Далее, далее, далее». После чего я уже могу пользоваться этим аккаунтом. И весь процесс регистрации занял у меня совсем немного времени. Напоминаю вам, что все нужные ссылки находятся в описании к этому видео. Также в описании есть обучающие видео о том, как правильно настроить VPN и прокси. Надеюсь, что был полезен. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok